Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Западная Армения как воюющая страна в Первой мировой войне, часть 4. Переговоры по Нагорному Карабаху продолжаются, Зохрапна на Цаканян. Хайк Марутян встретился с мэром Парижа и принял участие в открытии центра Тумо в столице Франции. НИД Российской Федерации прокомментировал слова посла США в Армении. В Турции более 16 миллионов людей не доедают. Скончался всемирно известный фотограф Ара Гюллер. Рейтинг Конифа. Западная Армения занимает 18 место. Арцах 23. Государственное телевидение Западной Армении продолжает представлять вам Западную Армению и Армянский легион, а также другие вооруженные армянские группы в Первой мировой войне. В четвертой части статьи читатель ознакомится с деятельностью армянского легиона в Палестине и прибрежных районах в начале Первой мировой. Статья полностью доступна на нашем веб-сайте. Армения ведет переговоры по урегулированию Карабахского конфликта в рамках своей позиции. Сегодня после заседания правительства на брифинге с журналистами заявил министр иностранных дел Армении Зохрапна на Цаканян. В частности, отвечая на вопрос о том, как он относится к заявлению завершающего свою работу в Армении посла США Ричарда Милза о территориях в обмен на мир. «И мы продолжим делать то, что делаем в рамках наших позиций», сказал Мана Цаканян. Мэр Еревана Хайк Марутян, находящийся с рабочим визитом в столице Франции, 17 октября встретился с мэром Парижа Анн Идальга. Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе встречи Анн Идальга выразила готовность оказать содействие в развитии сотрудничества между двумя столицами. В свою очередь, Хайк Марутян отметил важность укрепления сотрудничества, развития дружеских отношений и реализации совместных программ в различных сферах. Стороны коснулись также открытия в Париже Центра креативных технологий «Тумо», подчеркнув, что он является хорошим примером сотрудничества между двумя столицами. МИД России отреагировал на заявление посла США в Армении Ричарда Милза, который завершает свою миссию в стране. В частности, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга выступления посла перед представителями армяно-американской торговой палаты 9 октября. По ее словам, это выступление отличалось такой незамысловатой прямотой. Она также отметила, что посол сообщил, что правительство его страны, вернее, посольство США в Ереване на протяжении десятилетий целенаправленно поддерживали определенные группы в армянском обществе и определенных представителей в правительстве Армении. При этом о вмешательстве во внутренние дела другого государства посол говорил совершенно без тени смущения. Более того, даже с гордостью отметила Захарова. Ведь якобы все это было оправдано и нужно для реализации благой цели сделать Армению более справедливым и транспарентным обществом. По словам Захаровой, Милз дал подробное наставление о функционировании политической системы Армении. Посоветовал, как развивать экономику. Посол США, в частности, сказал, «Я озабочен поступающими ко мне сигналами о том, что кое-кто в правительстве Армении считает нужным сосредоточить ограниченные ресурсы правительства ЭРА в высокотехнологичных секторах. Неизвестно о ресурсах, которые по этой причине уже были изъяты из таких отраслей, такие как виноделье, туризм и горно-рудная добыча», процитировала Захарова американского дипломата, добавив, «Ничего себе! Давайте определимся, вмешиваться в дела других государств – это хорошо или плохо». Представитель МИД РФ выразила возмущение тем, что позволяют себя американские послы по всему миру. Они же, по большому счету, помимо того удара по демократии, которую они постоянно отстаивают, свободы СМИ, помимо удара по гражданскому обществу, они наносят также удар непосредственно по себе самим, просто изобличая все это лицемерие, которое сейчас творится в политической жизни США. «Это все очень красноречиво характеризует нынешнюю политику Вашингтона, которая бесцеремонно вмешивается в дела зарубежных государств», – заключила Захарова. Ассоциация прав потребителей Турции опубликовала отчет о Всемирном дне продовольствия, отмечаемый 16 октября. Согласно отчету, 20% турецкого населения или почти 16 миллионов человек не могут получать достаточное количество пищи ежедневно. Более 60% населения или около 48 миллионов человек живут в бедности. По словам Эрмини Хабера, авторы отчета подсчитали, что в 2018 году по состоянию на сентябрь одна семья из четырех человек должна тратить около 1893 турецких лир в месяц, чтобы есть достаточно. Если учесть все текущие семейные потребности, среднемесячный доход такой семьи должен составлять не менее 6000 лир, около 1100 долларов. Скончался известный армянский фотограф из Стамбула Ара Гюлер, один из семи самых известных фотографов в мире, умер от сердечной недостаточности. Гюлер родился в Стамбуле. В школьные годы он работал в турецких киностудиях и посещал театральные курсы. Начиная с 1950 года он начал работать в Новом Стамбуле и учился на экономическом факультете Стамбульского университета. Через некоторое время его перевели в редакцию газеты «Хуриет». С 1958 года стал первым репортером журнала «Лайфтайм» турецкого отделения Ближнего Востока. Сотрудничал с «Пари Матч», немецким «Стерн» и британским «Сандэй Таймс». С 1961 года после окончания военной службы он отправился в газету «Хаят» и возглавил отдел фотографий. С 1960-х годов его фотографии были украшены известными писателями и выставлены на различных выставках в мире. Он фотографировал таких великих людей, как Бертон Рассел, Уинстон Черчилль, Марк Шагал, Альфред Хичкок, Теннесси Уильямса, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Уильяма Саруяна, Сергея Параджанова и других. Он был награжден французским орденом Легиона. В 2005-м турецкий и большой приз культура и искусство. В 2009-м Нью-Йорк приз Люсие. Его прозвище «Глаз Стамбула» или «Фотограф Стамбула». Кафе в центре Стамбула возле его студии было названо «Ара-кафе». В 2014 году он посетил Армению. Гюлер отметил, что быть армянином – это большое преимущество, добавив, что он никогда не скрывал свою национальность. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций Конефа на своем сайте опубликовал рейтинг сборных. Национальная команда Западной Армении занимает 18 место, а сборная Арцаха – 23. Для сравнения отметим, что абхазская дружина расположилась на восьмой строчке, а сборная Южной Осетии – на 31. Лидирует же команда Окситании. Далее идут дружины Северного Кипра и Карпаталий. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнения ансамбля «Гегард». Конфедерация «Гегард» Конфедерация «Гегард» 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 Субтитры подогнал «Симон» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!